Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Наша больница как раз-таки идёт вперёд, развивается, появляются новые молодые специалисты. В Люберецкой больнице установили современное оборудование. Это важно делать в первую очередь, потому что нуждающихся очень много, и здоровых тоже очень много. В Российской таможенной академии прошёл день донора. У нас уже есть группы, значит, и возрастные, и у нас есть люди или семьи с невысокими доходами. Мы эти вопросы тоже будем обсуждать. На территории гимназии номер пять начато строительство спортивного комплекса. На каждый ход я примерно знаю, что будет делать. Родов до 15-20. В «Триумфе» состоялся шахматный турнир памяти Олега Зильберта. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной работы за отчётный период. 142 ДТП, 9 краш и одно убийство. Такой выдалась рабочая неделя у сотрудников Люберецкого МВД. У пожарно-спасательного гарнизона было 52 выезда. Один из них – на тушение пожара в Люберецком округе. Загорелось кафе в Тамилино. По прибытию подразделений происходило загорание половины кровли кафе. Угроза распространения по всей площади. К месту выезжало четыре автоцистерны. Было подано на тушение два ствола. В результате пожара обгорело кровля и внутренние помещения кафе на общей площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. О проделанной работе доложил и начальник управления ЖКХ округа. В этом году запланирован ремонт в 135 МКД. 88 из них уже готовы. Также продолжается работа по замене лифтов. У нас уже заменено 33 лифта, 6 лифтов находятся в работе. Уважаемые жители, все вопросы касаемо замены лифтового оборудования, капитального ремонта, все графики, план работы, адресный перечень этих многоквартирных домов, на которых проводятся работы, размещены на сайте Люберц РФ в разделе ЖКХ. Обсудили подготовку дорожных предприятий округа к зимнему сезону. Уже закуплено 7600 тонн песко-соляной смеси. Для ликвидации последствий снегопадов готово 111 единиц спецтехники и 190 рабочих. Закончилась прошедшая рабочая неделя значимым событием для Люберецкого округа – инаугурации главы муниципалитета. По решению Советов депутатов на конкурсной основе был избран Владимир Волков. В рамках торжественной церемонии Владимир Волков принял присягу и официально вступил в должность. В проделанной работе за прошедшую неделю также отчитались сотрудники здравоохранения и представители спорта. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В третье воскресенье октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Профессиональный праздник – еще один повод подчеркнуть значимость этой службы. По-особенному важна ее работа в зимний период, когда для поддержания чистоты и порядка на дорогах требуется больше сил и труда. О том, как люберецкие дорожники подготовились к предстоящим снегопадам, расскажет наш корреспондент. В преддверии зимы уже по многолетней традиции люберецкая ДЭП выставляет весь боевой арсенал. Перед тем, как перестроиться на новый режим работы, эта техника прошла тщательную проверку. Спецмашины готовы к снегопадам технически, а люди – морально. В наши обязанности входит убирать остановки, тротуары. Ну, в общем, чтобы было чисто, чтобы людям удобно было ходить. Зима – самый сложный момент такой. То есть, понимаете, и скользко это посыпать, и с лопатами работаем, и техника работает. Ну, в общем, все. Тяжело, конечно. Зимой, летом, весной намного легче. За добросовестную работу и готовность трудиться при любых погодных условиях сотрудники дорожного хозяйства получили грамоты и благодарственные письма от имени главы городского округа Люберцы от Совета депутатов. Ну, нужно дорожную сеть содержать, как говорят, в нормативном состоянии, ну, по крайней мере, уменьшить жалобы жителей. Я думаю, что мы с вами будем вместе получить удовольствие, когда выехал утром, и дорога как бы открытая, пробок нет, и мы по незаснеженной дороге проезжаем. Объем работы у сотрудников дорожного хозяйства колоссальный. На территории городского округа Люберцы 674 автомобильных дорог. Из них одна федеральная и 18 региональных. Общая протяженность дорожного полотна превышает 360 километров. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберецкая теплосеть прошла проверку на готовность к осенне-зимнему отопительному периоду. Предприятие проинспектировал глава округа Владимир Волков. Подробности смотра коммунальной техники и специалистов организации в следующем сюжете. На площадке специальная техника и специалисты аварийных бригад. В каждой по 8 человек. 5 слесарей и 3 сварщика. Работают сутки через трое. На сегодняшний день у нас утечек нет. Бригада в режиме ожидания. Но есть запланированные работы, которые на районах выполняют по замене запорной арматуры или что-то, какой-то там наладкой или прочее. На осенне-зимний период бригады усилены специалистами, которые летом занимаются капитальным ремонтом сетей. В случае, если аварий несколько, то бригада дробится на три звена. И каждая занимается устранением своей протечки или прорыва. Так не бывает, что зима прошла и ни одной аварии нет. Но задача предприятия устранить аварию настолько быстро, чтобы ни один из потребителей, будь это житель предприятия, либо социальный объект этого не заметили. Предприятие работает очень слаженно, все необходимое имеется. Новую технику в этом году не приобретали. Все, что имеется, работает исправно. Автомобили для ликвидации аварий многофункциональны, укомплектованы всем необходимым. На этой технике находится у нас и сварочное оборудование, и газовое оборудование, и электро. Все, все, все. Из оборудования приобрели мотопомпы для откачки воды и генераторы, которые работают постоянно и выходят из строя быстрее, чем другая техника. Также Владимир Волков осмотрел котельную, которая находится на территории базы. Она обеспечивает теплом около ста домов и несколько социальных объектов. В зале работает семь котлов. Один в этом году был капитально отремонтирован. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Еще одна управляющая компания, которая работает на территории городского округа Люберцы, отчиталась о готовности к зиме. Смотр уборочной коммунальной техники прошел в организации «Содействие». Она обслуживает многоквартирные дома в поселках Тамилина, Красково и Малаховка. Что есть в арсенале компании и какие силы направят на борьбу со снегопадами, выяснял наш корреспондент. Эта снегоуборочная техника пока в ожидании старта работы. С приходом первых зимних осадков она начнет курсировать по поселкам городского округа Люберцы. С помощью нее при домовой территории детские спортивные площадки будут доступными для прохода и проезда жителей. Предприятие полностью готово к эксплуатации в зимний период. На сегодняшний момент у нас 18 единиц техники уборочной. Это трактора, это автовышки и КАМАЗы для вывоза снега. 17 единиц малой механизации, это снегоуборщики для уборки детских и спортивных площадок. В штате управляющей компании 140 дворников на 105 придомовых участков. Если при обильных снегопадах этого количества будет недостаточно, организация привлечет субподрядчиков, с которыми заранее заключила договор. С такими же условиями будут работать аварийные бригады альпинистов. Мы рассчитываем, что зима будет, я всегда говорил, желательно мягкой, не очень снежной, но мы готовимся всегда к обильным снегопадам, к пониженным температурам. Мы к этому должны быть готовы, и тогда, когда мы к этому готовы, мы зиму проходим. Вот на сегодняшний день, вот посмотрел, содействия в этом плане в полном объеме к зиме подготовлены. По охвату обслуживаемой территории, содействие вторая после ЛГЖТ организация в городском округе Люберцы. На балансе управляющей компании более 300 МКД. Луиза Игия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жительницы поселка Октябрьской, дочери ветерана Великой Отечественной войны, установили в квартире новый газовый котел. Проверить качество работ приехал глава Владимир Волков. Какая у вас энергия? Позитивная, положительная. Спасибо. Старый котел в квартире Татьяны Головенковой сломался два месяца назад. Купить новый самой не по силам. Поэтому вместе с подругой пошла за помощью главе округа. Теплый, хороший. Трубы заменили тоже. Газовики работали. Ну прям вот как два мальчика. Ну так они прям старались, так все сделали. На просьбу дочери ветерана Великой Отечественной отреагировали сразу. Уже через несколько дней новый котел стоял в ее квартире. Ну и вот свершилось это чудо. Поставили новое АГВ. И теперь у меня в квартире тепло, хорошо. Воду горячую сделали. Ну это просто, ну вы понимаете, это чудо. Федор Алексеевич Бондарев – отец Татьяны. Службу проходил на Балтийском флоте старшим политруком подводной лодки. Погиб в 41-м. После его смерти жена и дети из Эстонии переехали в Люберце. Допиралась сюда очень трудно. Она вот с двоими детьми по шпалам до Ленинграда шла по шпалам. Потом каким-то образом все-таки ее переправили в город Егоревск. Там я родилась. И она тут же приехала сюда на свое место жительства. И в этом доме Татьяна Федоровна живет уже 60 лет. Помимо установки газового котла, пообещали еще отремонтировать и общественный туалет. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Медицинские учреждения округа продолжают оснащать современным оборудованием. Недавно в поликлинике на улице авиаторов установили современный аппарат для ультразвукового исследования и новый цифровой маммограф. Теперь провести это медицинское исследование в поликлинике в 115-м квартале стало проще. А ведь еще несколько месяцев назад маммограф располагался в одном кабинете с рентген-аппаратом. Одновременно проводить оба исследования было крайне неудобно. А сейчас нам сделали новый, видите, какой светлый, комфортабельный кабинет. Сюда установили маммограф. И теперь, естественно, поток пациентов разделился. И в два раза больше прием будет пациентов. Чтобы установить современное цифровое оборудование для точной диагностики и выявления новообразований молочных желез, на четвертом этаже капитально отремонтировали отдельный кабинет. Рядом с аппаратом установили специальный экран из свинцового стекла. При проведении исследования он защищает врача от вредного воздействия рентгеновских лучей. Я ежегодно прохожу диспансеризацию, слежу за своим здоровьем. Мне очень понравился. Во-первых, кабинет отдельный. Не то, что раньше был. В общем, рентген-кабинете. Потом свободнее себя чувствуешь уже. И кабинет освещенный очень хорошо. А это кабинет ультразвуковой диагностики. За день здесь проводят исследования десяткам пациентов. Старое оборудование давно себя изжило и требовало замены. Два месяца назад нам поставили новый аппарат УЗИ. Много исследований можно проводить на нем, как внутренних органов, почек, предстательной железы, молочных желез, щитовидной железы, лимфатической системы. Чтобы пройти ультразвуковое исследование или сделать маммографию, нужно обратиться к терапевту. Также направление может дать лечащий врач. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецкую областную больницу поступило дополнительное медицинское оборудование. Технику закупили в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Стационарное отделение номер один, куда тоже приобрели новую аппаратуру с рабочим визитом, посетил глава округа Владимир Волков. Он помогает реагировать сосуды и лапароскопические вмешательства. В больницу приобрели современный аппарат для многофункциональной электрохирургии, оборудование для терморегуляции пациента во время проведения операции и другую медицинскую технику, необходимую в работе. Мы находимся сейчас в операционном блоке. Здесь представлено оборудование для безопасной стерилизации инструментов. Это ультразвуковая мойка, которая используется для обработки инструментов, в том числе и для сосудистой хирургии. Прежде чем положить туда инструменты и начало работы, проводится режим дегазации обязательно. То есть из воды убираются лишние пузырьки. Потом туда закладка идёт инструментов и обычный режим ультразвуковой мойка. После дезинфекции и предстерилизационной обработки инструменты моют, тщательно сушат, затем помещают в плазменный стерилизатор или автоклав. После операционных глава отправился в травматологическое отделение, где продолжается капитальный ремонт помещения, в котором установят рентген-аппарат. Подрядчик обещает до конца года работу завершить. Это дополнительные возможности по лечению, оказанию профессиональной помощи. Это наша больница. Как раз-таки идёт вперёд, развивается, появляются новые молодые специалисты. Всего в Люберецкую областную больницу в этом году закупили более 100 единиц оборудования. Это рентген и УЗИ-аппараты, маммографы, ангиограф, эндоскопическая система, операционные столы. Автопарк больницы пополнился ещё двумя автомобилями для палеотивной помощи. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Их работа – приходить на помощь первыми к тем, кто заболел, плохо себя чувствует или пострадал в результате несчастного случая. Для обычного человека каждая история спасения пациента – это чудо, а для них – рабочие будни. Чтобы понять, о чём думают, переживают и мечтают сотрудники скорой помощи, наша съёмочная группа провела один день с фельдшером Инной Тютеревой. Результат встречи стал очередной сюжет. Номер 41, электрификация 29, третий подъезд. Очередное дежурство и очередной вызов. У женщины 1941 года рождения подскочило давление. Осенью такие жалобы не редкость. Приезжать к гипертоникам, сотрудникам скорой помощи приходится каждый день. Впереди рабочие сутки. Сейчас все мысли фельдшера только о пациенте. Оперативность, выдержка и терпение. Именно такими качествами, по мнению Инны Тютеревой, должен обладать каждый фельдшер. А ещё иметь широкий кругозор. Ведь в работе приходится сталкиваться с самыми разными случаями. Сейчас она досконально опрашивает пациентку о состоянии здоровья, чтобы принять только верное решение. В этой профессии нет права на ошибку. За давлением следим, какие жалобы к участковому терапевту. Если что, нас зовите, приедем. В скорой помощи Инна Тютерева уже 11 лет. Весь трудовой стаж накопила на Люберецкой подстанции. Вообще с городским округом связана вся её жизнь. Здесь родилась и здесь получила образование в медколледже, здесь же и работает. И первый выезд к больному тоже был здесь, в Люберцах. Зашли в квартиру. Женщина, по-моему, была. Ну, лежит. Ну, для меня вот. Без сознания. Не дышит. Ни на что не реагирует. Я сразу думаю, ну, всё, там не успели. Ну, доктор мне говорит, так, давай там, значит, кардиограмму. Измеряем сахар. Всё померили. Оказывается, там была кома. Диабетика. И доктор мне сказал, какие лекарства вводить. Я ввожу в вену лекарства. И тут эта женщина вдруг открывает глаза. И в этот момент у меня засветился орёл над головой. Я поняла, что я вообще спасла человека. С тех пор Инна поняла, что это её призвание приходить на помощь к тем, кому плохо. Особая черта её характера, которая передалась дочери Кристине. Она не просто пошла по стопам матери, а тоже устроилась фельдшером на Люберецкую подстанцию. Сейчас в отпуске по уходу за новорождённой малышкой. Кстати, в редкие минуты, когда Инне Тютеревой удаётся попить чай на работе. Любимая тема для разговора с коллегами. Внучка. Он так ест и спит. Я её всё тискую. Теперь она мечтает увидеть правнуков и всей душой желает, чтобы в скорой медицинской помощи нуждалось как можно меньше людей. На вопрос, выбрали ли вы другую профессию, если можно было вернуть время вспять, Инна Тютерева отвечает так. Не знаю, мне кажется, нет. Как-то я себя даже не представляю уже. Хотя тяжело. Каждый день с утра уезжаешь, и можем приехать и на ужин, вернее, на обед. Можем приехать и в 7-8 вечера. Не ешь, не пьёшь всё время в машине. Но нет. Нет. Я прямо чувствую себя, что я на нужном месте. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкая станция переливания крови провела выездную акцию в Российской таможенной академии. Студенты и преподаватели учебного заведения в очередной раз стали донорами и поделились жизненно важным компонентом. С каким настроением они это делали, расскажет наш корреспондент. Сотрудники Люберецкой областной больницы ни минуты не сидят без дела. Желающих сдать кровь настолько много, что донорские кресла никогда не пустуют. Студент первого курса Егор Дунцов присоединился к акции, не раздумывая. Хотя подобную процедуру проходит впервые. Это важно делать в первую очередь, потому что нуждающихся очень много. И здоровых тоже очень много. Я думаю, что каждый здоровый может помочь нуждающимся, чтобы в мире просто стало больше здоровых людей. Донорский марафон в таможенной академии – явление не новое. Этой осенью в учебном заведении пройдет серия таких акций. Сдавать кровь студенты и преподаватели будут еще 27 октября и 17 ноября. Это наша позиция, гражданская позиция. Не то, что привлекать студентов. Никто их насильно сюда не заставляет прийти. Это добровольное согласие и студентов, и работников. Это гражданский долг, как я уже сказал, помочь нуждающимся. Сколько бы мы ни готовили крови, она всегда нужна. Мы обязаны у себя на станции держать определенный запас. На случай какой-то ситуации дефицита нет. У нас в этом году прибавка первичных доноров по сравнению с прошлым годом в два раза больше. В первый день донорской акции своей кровью поделились 40 человек. Ожидается, что в общей сложности в марафоне примут участие 120 студентов и преподавателей академии. В предыдущий раз им удалось пополнить запасы больницы на 40 литров жизненно важного компонента. В этот раз планируют достичь как минимум такого же результата. Три жителя Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое. С новоиспеченными гражданами нашей страны пообщались мои коллеги. Гимн Российской Федерации звучит в этом здании во время торжественных собраний. Для жительницы Горловки Марии Дрозд этот день и есть самый настоящий праздник. Сегодня она станет полноправным гражданином страны, в которую переехала вместе с сыновьями. 17 июля сюда перевезла свою семью, своих детей и обратилась сюда в паспортный стол на счет гражданства Российской Федерации. Очень большая радость. Я очень долго этого ждала на самом деле. Я не ожидала, что все так вообще будет очень... Я считаю, что это все быстро, все это оперативно. Перед тем, как Марии вручили паспорт, она принесла присягу на верность Российской Федерации. В этот день торжественную клятву дали еще два жителя Луганской Народной Республики. Читая текст, им с трудом удавалось сдерживать эмоции. Клянусь соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества. Конечно же, это счастье, когда люди стремятся, добиваются и, самое главное, могут уверенно смотреть в будущее, могут планировать жизнь своих детей, могут планировать свою работу, развитие своей семьи. Конечно же, все в нашей стране создано для того, чтобы жить в мире, в согласии, в благополучии. Вместе с первым российским документом глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил новым гражданам страны экземпляр Конституции Российской Федерации. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Поздравление с юбилеем принимает директор Люберецкой гимназии номер 41 имени дважды Героя Советского Союза Павла Кутахова, почетный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Яковлева. В ее адрес прозвучали поздравления от коллег, выпускников и гимназистов. В 41-й гимназии Татьяна Яковлева работает почти четверть века. Из них 8 лет в должности директора. Как учитель, в первую очередь, она прививает ученикам любовь к знаниям. Однако важно для подрастающего поколения не только это, считает Татьяна Владимировна. Показывать детям, что ты неравнодушна к ним. Поэтому, наверное, вот этому неравнодушию мне бы хотелось научить детей, чтобы они тоже были неравнодушны к тем, кто их окружает. Она родилась в Подмосковье в семье учителей. С детства мечтала лечить людей и даже думала связать свою жизнь с профессией врача. Но, окончив школу, решила продолжить семейную династию и поступила в педагогический институт. У меня дедушка был директором школы, мама была учителем, тетя была учителем, сестра – учитель. Поэтому у меня не было другого выбора, как пойти учителем. Учитель – это не профессия, уверена Татьяна Яковлева. Это призвание. Надо любить и отдавать душу детям, потому что моя первая учительница делала именно так. Каждый ребенок – это ребенок своего поколения. Мне кажется, наоборот, они сейчас больше трудятся, больше знают, больше умеют. Они более приспособлены к жизни, чем были мы. Поэтому, мне кажется, у нас замечательные дети. Коллектив здесь большой и сплоченный. Оксана Банченко – одна из тех, кто пришел работать в 41-ю гимназию в одно время с Татьяной Яковлевой. Татьяна Владимировна – необыкновенный человек. Я считаю, что мне в жизни очень повезло, что у меня есть рядом такой близкий друг, такой надежный, верный, который всегда готов помочь. С большим уважением и любовью к Татьяне Владимировне относятся и гимназисты. Она очень отзывчивая. Она в многом раз мне помогала в чем. Всегда меня поддерживала, чтобы она развивалась успешно в своем деле и чтобы всегда была такая жизнерадостная. Поздравляю Татьяну Владимировну, желаю ей всего самого наилучшего. И чтобы она была такой же доброй и хорошей. В торжественной обстановке в кругу коллег Татьяну Яковлеву поздравил и глава округа. Позвольте поздравить вас с вашим днём рождения. Желаю вам здоровья, благополучия, хорошего настроения, надежного коллектива, который у вас есть. Вот эта школа, коллектив замечательный, который я очень уважаю, очень люблю. Это, конечно, и старание, и работа Татьяны Владимировны, ваша совместная работа, Татьяна Владимировна. От всей души. С днём рождения, с юбилеем. Много-много лет счастливой, такой продуктивной жизни. К поздравлениям присоединились и все 1250 учеников, обучающихся в этой гимназии, и их родители. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На территории гимназии номер 5 начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект рассчитан на одновременный приём примерно 300 детей. Строительство ФОК в рамках государственно-частного партнёрства. Что это значит и каким будет график работы комплекса, узнала съёмочная группа нашего телеканала. На объекте идут последние приготовления к заливке фундамента, которое планируется в конце недели. Работает бригада подрядной организации, сварщик и несколько рабочих. Мы сняли верхний плодородный грунт полностью, засыпали пазуки песком, выполнили опалубку, связали армокаркас. И вот сейчас они уже, получается, делают дополнительные жёсткие распорки, чтобы при заливке фундамента не распёрло бетоном. Объект некапитальный. Состоит из фундамента и металлического каркаса, который покроют двухслойным тентом. Общий вес конструкции – 19 тонн. Отопление предусмотрено, поэтому манеж будет использоваться круглый год. Из того, что они уже создали, есть опыт сделать помещение, площадку. То, что необходимо по тому или иному виду спорта. Это такие средства, которые могут быть инвесторам возвращены. Это будет универсальный манеж площадью 800 квадратов, из которых 600 квадратов – это игровая площадка. Она будет 32 на 20. И 200 – это АБК, административно-бытовой комплекс. Там будут располагаться две раздевалки, методический кабинет, тренерская и инвентарная. Комплекс универсальный. А это значит, что здесь можно будет заниматься командными видами спорта. Играть в футбол, волейбол, баскетбол. А при желании бросить ковёр и, например, побороться. Так как в реализации проекта участвуют инвесторы и государство, то время для занятий поделили. С 8 утра и до 3 дня бесплатно занимаются школьники. А потом – жители микрорайона. Но уже за плату. Я думаю, что мы будем договариваться, что у нас есть уже есть группы возрастные. И у нас есть люди или семьи с невысокими доходами. Мы эти вопросы тоже будем обсуждать, чтобы люди эти могли сюда ходить и за какие-то минимальные деньги здесь заниматься спортом. По планам инвесторов, объект возведут в ноябре-декабре. Потом будет подано тепло и начнётся внутреннее обустройство. Целиком комплекс планируется сдать в первом квартале следующего года. Стороны договорились, что в конце февраля-начале марта он откроет свои двери. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошёл шахматный турнир памяти Олега Зильберта. Он был легендарным шахматистом-люберец. В свои 80 лет стал чемпионом мира парапиду и блицу среди ветеранов. Более ста шахматистов из Москвы, Подмосковья, а также Тверской, Курской, Владимирской и Рязанской областей приехали в Люберце на турнир памяти Олега Зильберта. Среди участников три гроссмейстера. Это высшее звание, которого может добиться шахматист в своей карьере. Один из них – житель Малаховки Сергей Архипов. На каждый ход я примерно знаю, что буду делать, годов до 15-20. Можно за год научиться достаточно уверенно держать позицию и выигрывать у сильных шахматистов. Турнир имени Олега Зильберта прошёл впервые. Идея его создания принадлежит вдове шахматиста. Это его приверженность, это его любовь к этим шахматам. Мы хотели отметить это, отметить и почтить память его. Я очень рада, что столько людей пришло. Я очень благодарна за то, что они показали уважение коллегу. Участники играли в Блиц по пять минут с добавлением к каждому ходу по три секунды. Всего прошло 11 туров. Для победителя турнира подготовили денежный приз и кубок. А для призёров – медали и грамоты. Нам бы очень хотелось сказать, что он только наш люберецкий шахматист. Но на самом деле это вообще шахматист мирового уровня. Будучи молодым человеком, может быть, не добился таких больших успехов. Ну, когда уже был возрастным шахматистом, то есть, как мы говорим, сеньором, да, он поездил на чемпионаты мира среди ветеранов, да, и он добивался там вообще значительных успехов. Результаты участников отправят в Федерацию шахмат России и внесут в их личные зачёты. Турнир имени Олега Зильберта теперь планируют проводить ежегодно. Мария Антонова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин